МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республика, привет! Вам может показаться, что сегодняшний день ничем не примечателен в череде будней, но мы возразим. Сегодняшний день прекрасен. За окном не по сезону теплая зима, настроение отличное, а еще и студия 11 в эфире. Это ли не здорово? А если внутреннее состояние мягко, скажем так себе, не переживайте. Мы принесли с собой много-много позитивного и готовы поделиться этим с вами. Итак, самое время начать. Давайте посмотрим, чем порадует сегодняшний выпуск. Главное начать. Практические советы по борьбе с бардаком. Очень действенно и помогает с заядлым бардачникам. Мир умных машин. В коме стартовали робототехнические соревнования для школьников. Задание не очень легкое, но я думаю, многие школьники в этом году должны справиться. По мнению психологов, на эмоциональное состояние человека влияет множество факторов. И порядок в доме не исключение. Более того, захламленность может стать причиной стресса и даже депрессии. Кстати, прокрастинация и беспорядок – тесно связанные понятия. И одно почти всегда провоцирует другое. Предлагаю узнать, что нужно сделать, если в лапы беспорядка вы все-таки попали. В доме бардак. Приходим к этой мысли и понимаем, что все накипело, вещи нас завалили, надо разбираться. Но обычно, чем больше и чем хуже ситуация с захламлением дома, тем меньше сил на его расхламление. Энергия падает, конечно же, у нас нет сил и возможности собраться. Есть ощущение, что мы никогда с этим не справимся. Что же делать в такой ситуации? Если уже совсем патовая, понимаем, что даже встать не можем и не знаем, за какой удал взяться, то рекомендую простой и очень действенный лайфхак. Каждый день, возвращаясь с работы, с учебы или же разбирая постиранные вещи, мы кладем их каждый на свое место. Даже не обязательно складывать. Важно положить, допустим, мы берем носки, которые тоже везде валяются, забываем про это, и каждый раз чистые носочки складываем в одно и то же место. В одно и то же место. Я вас уверяю, через две недели все ваши носки окажутся в этом месте. И наступит момент, когда вы потратите те самые пять минут на то, чтобы их аккуратненько сложить. Все, первый шаг. Точно так же делаем со всеми своими другими вещами. Так потихонечку, потихонечку мы, так скажем, растаскиваем этот самый бардак на те самые места, на которых данные вещи, которые у нас в хаосе, они потихонечку, так скажем, потом уже притягиваются к тем местам, которые вы для них определили. Очень действенно и помогает заядлым бардачникам. Люди 21 века стали свидетелями эпохи, когда робот может принять любое обличие. От таракана до пугающе реалистичного андроида. Способности современных механизмов приводят одновременно в состоянии восторга и трепетного ужаса. Самые необычные роботы в мире умеют оперировать, вести философские беседы, проникать внутрь человеческого организма и даже самостоятельно кооперироваться друг с другом, чтобы выполнять командную работу. А что самое приятное, в мир умных машин сегодня может войти любой, как говорится, и стар, и млад. В республике стартуют робототехнические соревнования для школьников Всероссийского технологического фестиваля «Робофест-2020». Об этом событии накануне мне рассказал Виталий Альшанов, руководитель проекта «Детский университет», ключевого центра развития детей «Дом научной коллаборации». Робофест – это что за такой фестиваль интересный? Робофест – это один из крупнейших в России и в Европе фестивалей по робототехнике для школьников и студентов. Школьники и студенты – это какая возрастная категория? У нас будут проходить региональный этап. Это школьники со второго класса по одиннадцатый класс. Со второго по одиннадцатый. Ну вот, региональный этап. То есть ребята сначала, они где-то у себя в районах, у себя в муниципалитетах, получается, прошли какие-то отборочные испытания. Я правильно понимаю, что попасть именно на региональный этап? Не совсем так. Но в некоторых муниципалитетах отборочные соревнования проводятся. Но это необязательный требование. Это можно и любая желающая команда из республики может заявиться и принять участие в наших соревнованиях. Вот вчера и сегодня проходит отборочный этап. Сколько человек приехали в республику, чтобы показать то, что они научились в этой сфере? На соревнованиях зарегистрировалось больше 50 команд. Это больше 100 участников. Команды. То есть команда это по два человека? Да, команда по два человека. Это команды из Сыктывкара, Сыктывдинского района, из Ухты, из Усинска, из Прилузского района Обьячево. Ну вот, я когда услышала робофест, я себе представила, как дети мастерят маленьких роботов, которые выполняют какие-то задания. В принципе, я права. Действительно, это так. То есть для разных возрастных групп разные задания. Второй-четвертый класс. В этом году задание называется робофишки. Там задача создать мобильного робота, который может совершать точные движения вперед-назад, повороты и тем самым передвигать на нужное расстояние фишки. Но робота создают из конструктора, я правильно понимаю? В разных направлениях по-разному. Есть соревнования для начинающих, там, как правило, используются образовательные конструкторы. Есть соревнования для ребят постарше, там платформа не ограничена, можно делать из любого оборудования. То есть все, что в голову придет, можно импровизировать? Действительно, это так. Ну вот у вас около ноги такая замечательная зверюшка находится. Это что такое? Кто это собрал? Вы сами? Это робот для соревнований робопутешественник для школьников 5-6 классов. Это собрали как раз ребята 5-го класса, которые занимаются у вас на базе университета. То есть этим детишкам всего по 11-12 лет они уже создают вот такие вот вещи? Да. Что он умеет делать? В ходе образовательного процесса мы изучаем в том числе шагающих роботов, но это уже усовершенствованная модель для соревнований. То есть он может шагать вперед, у него спереди есть датчики, он может обнаруживать объекты, цветные метки, перекрестки и выполнять задания для соревнования. Что ему нужно будет делать на соревновании? Перетащить какую-то фишку? В этом задании на старте размещаются две цветные метки, красная, синяя, зеленая, желтая. Робот должен сочетать эти цветные метки и обнаружить на соревновательном поле цветные зоны соответствующего цвета и пройти через эти цветные зоны. Задание не очень легкое, но я думаю многие школьники в этом году должны справиться. Ну вот я знаю то, что вы в Доме научных коллабораций как раз преподаете вот такое вот робомастерство. В принципе детям сегодня это интересно? Ну для этого лучше заглянуть на соревнования и посмотреть на детей. Как правило там нет скучающих детей, там есть дети, у которых горят глаза, у которых эмоции либо положительные, радостные, либо может быть у кого-то грустные. Может быть и слезы на глазах бывают, когда не все получается. То есть это действительно очень интересно ребятам. То есть все дети увлечены? То есть ну к нам другие не ходят. Но на самом деле в контексте современности я считаю, что такие машины нужно изучать для того, чтобы потом сделать что-то более серьезное. Ну это действительно, это очень полезно. Вот чтобы собрать вот такого робота, может быть он попроще, чем другой робот, но это для соревнований второй-четвертый класс. Кстати, сколько времени уходит на сборку вот одного робота? Ну вот этот, тут кстати время имеет значение, потому что на соревнованиях ребята должны собрать робота. Вот этого робота ребята пока собирают больше часа. Но возможно это надо улучшать. То есть я правильно понимаю, ребята приходят на сами соревнования, перед ними вот несколько деталей этого конструктора, и они должны собрать уже какого-то готового робота? То есть у них уже в голове есть? То есть они должны заранее подготовиться, сделать программу, придумать робота, и на самих соревнованиях они должны собрать его, реализовать, и настроить программу, и робот должен выполнить задания. Здорово. Ну вот после региональных соревнований, как мне кажется, и должны вот российские. Будут ли у нас? Победители действительно получат право поехать на всероссийские соревнования. В марте они будут проходить в городе Москва. Ну вот я думаю, после нашей беседы какие-нибудь родители определенно захотят отдать своих малышей на уроки робототехники. Скажите, как можно попасть в Дом научной коллаборации? И возможно ли сделать это сейчас? Мы на это очень надеемся. Сейчас у нас группы уже набраны. В некоторых группах есть немного свободных мест. При большом желании можно записаться. А так на следующий учебный год запись тоже будет через порталы персонифицированного дистанционного обучения дополнительного образования. Хорошо. Спасибо вам большое за информацию. И вам спасибо. По статистике у каждого десятого жителя планеты есть личный автор транспорт. Без сомнения, это очень удобно. Ты независимо от автобусов, метро, можешь выехать куда вздумается. Да и постоянной толкучки в общественном транспорте можно избежать. Но это лишь одна сторона медали. Переполненность земного шара автомобилями оставляет негативный след на состояние окружающей среды. Поэтому ученые со всего мира решают автомобильный вопрос. Житель поселка Черкасово Ленинградской области весьма изящно подошел к решению проблемы и создал Лоша-мобиль. Одна лошадиная сила и никаких проблем с техосмотром. Такой необычный транспорт изобрел учитель Иван Николаевич, который живет в селе Черкасово в Татарстане. Когда я был в Казани, я там увидел карету Екатерина II. Она была закрыта, значит, тоже была оглобля. И вот я решил поставить оглобля на машину. Взял москвич у соседа, переговорил с ним. И вот, значит, перейдем. Убрали двигатель, поставили оглобля. И вот у меня получился Лоша-мобиль. Учитель работает в школе в соседней деревне. До нее три километра. Вот и выручает Лоша-мобиль. На таком транспорте не страшны ни дождь, ни ветер. И не рискуешь забуксовать в снегу. Я, ты вырос в деревне, мы провели на санях, на телегах лошадиных. А он изобрел чересчур уже современную технику для деревни Лоша-мобиль. Когда он привезет у москвича кузов, окошки, я еще не совсем понял, что это такое будет. Когда он запряг уже, вся деревня удивилась. Понимаете, когда вокруг везде деревни погибают, а мы нет. Мы расцветаем наоборот. К нам приезжают туристы, к нам приезжают школьники на экскурсии, приезжают с других деревень, и все удивляются вот его изобретением. Слава Богу, что у нас есть такие люди, как Иван Николаевич. Ну, а Иван Николаевич мечтает Лоша-мобиль усовершенствовать. Хочу установить печку-буржуйку, багажник. А то, значит, проведу трубу через это самое, и сверху будет у меня домоход. И более-менее будет тепло. Вот такое желание есть у меня. И еще, чтобы музыка была, аккумулятор поставить, значит, аккумулятор, и чтобы подключить музыку. Изобретатель ездит и на дальние расстояния, до 10 километров, в одну сторону. Радуется, что не нужно тратиться на бензин, его крепкой лошадке по кличке «Ночка» нужно лишь два раза в день поесть. Наша программа пройдена на 50%. Хороший показатель. Впереди еще примерно такая же порция новостей и позитива. Немного разомнемся и посмотрим, что ожидать от второй половины нашего инфопути. Рай для книга «Любов», где находится самая большая библиотека в мире. Эта пятиэтажная библиотека расположилась в районе Беньхай, города Тяньцзинь. Над ее проектированием трудилась голландская дизайнерская фирма вместе с Тяньцзиньским институтом городского планирования. Важная тема – как помочь ребенку из неблагополучной семьи. Есть разные проблемы, которые семьи пытаются решать. Те семьи, у которых это очень хорошо получается, возможно, они к нам и не будут обращаться. Но те семьи, у которых есть трудности с этим, они, конечно, могут к нам обратиться. Алена, как ты считаешь, какое качество в современных педагогах должно присутствовать в первую очередь? Ну, наверное, любовь к профессии. Если человек вдохновлен делом, которым занимаются, все его уроки и пары будут проходить с изюминкой. Педагог, с которым мы познакомимся в следующем видеоролике, совершенно точно знает, как найти путь к сердцу каждого ученика. Смотрим. Когда мы picked им пос combine,stاذ. Один, два, три... Воevery�! Теґосминка mesma, tanks很好. Те notch! Те месяц впечатленивают! Те не такиеure'Mааа! Те Creatorны Пога? Те не везёっちゃ хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххахаххаххахахахаххах..хахахаххахаххахахахахаххаххаххаххахаххаххаххаххаххахаххахаххаххаххах Субтитры делал DimaTorzok А теперь к мировым новостям. Предлагаю немного попутешествовать и посетить самый настоящий рай для любителей книг. В Китае открыли потрясающую новую библиотеку, у нее невероятный интерьер и огромная сферическая аудитория в середине зала, напоминающая гигантский глаз. Эта пятиэтажная библиотека расположилась в районе Беньхай, города Тяньцзинь. Над ее проектированием трудилась голландская дизайнерская фирма вместе с Тяньцзиньским институтом городского планирования. Библиотеку окрестили Ока Беньхая. Она располагается на 34 тысячах квадратных метрах и может вместить до полутора миллионов книг. Над возведением этого футуристического здания трудились недолго, всего лишь три года. На первом этаже расположилась читальная зона, в средней части зона отдыха. На самом верху офисы, компьютерные конференции, аудиозалы. Так что, друзья, если вы любите книги, архитектуру, да и просто души не чаете в путешествиях, вы знаете, что стоит посетить. А теперь о любимом многим напитке и опять о Китае. Чай всему голова. Употребление традиционного напитка влияет на продолжительность жизни и здоровья. Употребление чая не менее трех раз в неделю связано с более здоровой и долгой жизнью. Об этом рассказала российская газета со ссылкой на китайских ученых. Наибольшим эффектом для здоровья обладает зеленый чай, рассказал один из авторов исследования, доктор Синьянь Ван из Китайской Академии Медицинских Наук. В семилетнем эксперименте участвовали свыше 100 тысяч человек без сердечно-сосудистых диагнозов и онкологии. Участников разделили на две группы. Те, кто пил чай три и больше раз в неделю, и те, кто пил меньше этого количества. Им регулярно измеряли артериальное давление, брали анализы крови. У любителей чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был ниже на 20%. Вероятность умереть по этим причинам снижалась на 22%. А риск смерти от других серьезных заболеваний на 15%. В целом, продолжительность жизни у них в среднем увеличивалась на полтора года. Исследования показали, что главные биологически активные компоненты чая-полифенолы не накапливаются в организме со временем. Поэтому для защиты сердца необходимо регулярное потребление чая в течение длительного времени. Ученые рекомендуют делать акцент на зеленом чае, поскольку в нем содержится больше полифенолов. В черном чае эти вещества в процессе ферментации окисляются и могут ослаблять свое действие. Поэтому заведите себе по-настоящему британскую привычку и сделайте из чаепития приятный процесс. Родительство. Прекрасное время. Отличная возможность передать все то, что знаешь и умеешь, маленькому человеку. Но, к сожалению, некоторые не видят в этом процессе никакого волшебства. Не уделяют ребенку должного времени и внимания, а порой проявляют агрессию. Когда за стенкой плачет ребенок, а вы никак не можете ему помочь, это страшно. Особенно, если вы понимаете, что родители прибегают к физическому наказанию. Галина Цуман, директор Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара, объяснила, как реагировать в такой ситуации и почему нельзя оставить все как есть. Галина Николаевна, сегодня мы с вами поговорим о социальной помощи семье и детям. Скажите, пожалуйста, что подразумевается по терминам неблагополучная семья? Ну, неблагополучная семья – это, прежде всего, семья та, которая испытывает какие-то трудности. И, прежде всего, они, наверное, связаны с воспитанием детей, с содержанием детей и, конечно, соблюдением прав ребенка. Часто ли вот эти трудности возникают у родителей? Ну, трудности, они всегда возникают и в любой семье, потому что, воспитывая детей, особенно те дети, которые подрастают, подростковый возраст, и, конечно, есть разные проблемы, которые семьи пытаются решать. Те семьи, у которых это очень хорошо получается, возможно, они к нам и не будут обращаться. Но те семьи, у которых есть трудности с этим, они, конечно, могут к нам обратиться. Если вдруг, к сожалению, конечно, стало известно о неблагополучной семье, куда обращаться? Ну, во-первых, любой гражданин, который заинтересован в том, чтобы наши дети были в порядке, он может обратиться, во-первых, если он знает, это комиссия по делам несовершеннолетних. Конечно, он может обратиться и в школу. Если это ребенок, все зависит от возрастных особенностей и категорий населения. Если это ребенок и несовершеннолетний, он, конечно, может обратиться к своему классному руководителю, социальному педагогу. Если у него есть какие-то проблемы, которые он не хочет их раскрывать, у нас есть телефон доверия в городе Стывкар и вообще в республике, да, куда он может обратиться. И абсолютно не назвав своего имени и даже фамилии, он может задать анонимно любой вопрос. И ответят на него квалифицированные специалисты, психологи, которые порекомендуют, возможно, успокоят его. И, наверное, у нас несовершеннолетние дети, особенно подростковые дети, они уже, если возникнут какие-то более сложные проблемы, они могут обратиться в социально-реабилитационный центр. У нас прекрасный социально-реабилитационный центр, куда могут дети обратиться уже начиная с 10 лет самостоятельно. Если вдруг родители, те, которые бывают, ну, пьющие родители, что здесь говорить, скрывать, конечно, социально-реабилитационный центр может принять их абсолютно и оказать им всю поддержку. Это и проживание, и питание, все это, естественно, бесплатно. А кто может заявить об этом? Любой? Об этом может, как и сам ребенок, как я сказала, ну и, конечно, это взрослые. Потому что вот начиная с 3 лет они принимают детей, это может ходатайствовать и школа, садики по ходатайству. Это могут и родители. Ведь у родителей тоже есть разные причины для того, что они на какой-то период не могут заниматься ребенком. Это и, возможно, так сказать, болезнь родителей, вот какая-то, может быть, длительная командировка. Поэтому любой может заявить и любой написать заявление и попасть. И там будут решать все проблемы как ребенка, так и в дальнейшем семьи, чтобы возвратить ребенка именно в семью. Какую помощь может получить ребенок или семья, которая обращается к вам в центр? Может быть, приведете какой-то пример, наглядный? Ну, конечно же, помощь они могут получить у нас очень разностороннюю, в зависимости от того, какая проблема в семье. Если это психологические какие-то проблемы, взаимоотношения вот ребенка, да, и родителей, то, конечно, они могут обратить, наши психологи окажут всестороннюю помощь. Если это, возможно, материальная какая-то помощь, что тоже обращается, то у нас, если вот привести пример, очень такой существенная помощь, это когда у нас случаются пожары. К нам обращаются, и мы работаем здесь, и администрация города Сыктывкара, да, нужно оказать помощь. У нас есть в ВКонтакте своя страничка, и очень много наших подписчиков, волонтеров, которые откликаются на любую помощь. Недавно вот мы оказывали семье одежду, то есть мы выезжали, узнавали, какие размеры, какие дети, что необходимо в первую очередь. И люди охотно приносили всю ту помощь, и ту одежду, и продукты, ну, все, что необходимо нашей семье, и оказывали помощь. Если это какая-то юридическая помощь, у нас есть юристы, которые тоже могут помочь семье и подготовить различные исковые заявления, какие-то требования для того, чтобы решить эти вопросы. Галина Николаевна, и все-таки может самостоятельный ребенок разобраться в проблеме, в своей проблеме с родителями, не обращаясь к вам? Или это все-таки трудно и может привести к пагубным явлениям? К сожалению, сегодня к нам обращаются несовершеннолетние, но не так часто, как бы хотелось. Потому что, наверное, ребенку еще очень сложно узнать, куда он может обратиться, с кем он может посоветоваться для того, чтобы оказать вот эту помощь. А давайте расскажем, куда можно обратиться. Ну, у нас отделения в нашем центре, 8 отделений, они расположены очень удобно для того, чтобы мог каждый ребенок по своему месту жителя обратиться. Эти отделения находятся у нас на Орбите, два отделения, и на Тинтиковской, и на Малышева. У нас на Ручейной есть одно отделение. Поэтому любой ребенок, любого возраста может к нам обратиться и получить всестороннюю помощь. А есть ли телефон горячей линии? Телефон горячей линии есть, он находится тоже в городе Стывкара. И из любого номера, сотого телефона или городского номера, можно позвонить бесплатно совершенно, и там окажут тоже ему эту помощь. Галина Николаевна, большое спасибо за беседу, спасибо вашему центру за то, что вы ведете сотрудничество, к сожалению, с неблагополучными семьями и с детьми. Спасибо. И вам спасибо. В мире насчитывается около 6 тысяч языков. Конечно, владеть всеми невозможно. Но есть такой язык, который способен понять каждый из нас. Достаточно лишь приложить немного усилий. Язык искусства. Нежность стекла и бетона в историях о море, волнах и одиночестве, рассказанных на диалекте скульптуры. Работы новозеландского художника Бена Янга буквально ознакомят нас с неукротимой водной стихией. Давайте посмотрим, на что способно вдохновить человека море. Работы новозеландского художника Бена Янга. Всего должно быть в меру. И наша программа совсем не исключение. Наши эфирные минутки подходят к концу, но расстраиваться рано, ведь совсем скоро мы вновь встретимся в эфире. Республика, желаем тебе позитива и хорошего настроения на весь оставшийся день. До новых встреч. Пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова